всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 я опять нахожусь у себя в трейлере то есть это моя импровизированная студия в принципе здесь я снимаю целую пачку роликов и вот недавно я снял не знаю по процессу выкладывания вопросы но в принципе в этом ролике я хочу поговорить о следующей теме о теме дыхания о теме как научиться техники дыхания вообще что она из себя представляет в принципе как поскольку это очень важный аспект жизненный аспект любого человека дыхание может успокоить дыхание может возбудить то есть вообще принципе дыхание является основным из автоматов нескольких автоматов которые запрограммированы теле человека которые делаются без его участие но определенными автоматами можно научиться немножечко управлять немножечко обманывать мозг и немножечко улучшать их свойства и функционал то есть это не коробка автомат сами понимаете то есть первое когда что происходит с человеком когда он рождается делается что он делает вдох в этот момент он собственно абсолютно один и он делает вдох абсолютно самостоятельно когда человек умирает он делает последний вздох последний вдох последний выдох и в этот момент он тоже находится один и вся его по сути своей происходит между первым и последним вдохом первым вдохом и последним выдохом вообще принципе в технике но вот люди которые практикуют йогу то есть те кто занимается йогой занимается йогой не только с точки зрения техники а с точки зрения философии в том числе они говорят следующую штуку что вот йоги говорят такую вещь что человеку отмерено определенное количество вдохов то есть вот эти вот количество вдохов с первого вдоха и до последнего выдоха это количество вдохов которые отведено любому человеку насколько это правда ну сами понимаете сказать невозможно насколько это соответствует действительности тоже сказать невозможно но в практике йогы основная практика йога йоги основана в принципе на изучение свойств своего организма изучение свойств своего тела воздействие на свое И очень огромное количество внимания уделяется, особенно в технике различных хроноямах и всего остального, это уделяется дыхательной технике. Дыхание является основной неотъемлемой частью практики йода. И это очень важно и очень грамотно и правильно. Потому что умеете ли вы дышать? Да, вы дышите. Это, говорю еще раз, дыхание, это один из автоматов, которым вы обладаете с момента своего рождения. Но умеете ли вы дышать? Умеете ли вы дышать правильно? Используете ли вы свои легкие? Глядя на фильмы, глядя на рисунки, глядя на анатомические рисунки в том числе, вы понимаете, что у вас легкие состоят из двух половин. Это два таких своеобразных шара, но не шара, а две емкости, которые наполняются с каждым вашим вздохом и освобождаются с каждым вашим выдохом. Но пользуетесь ли вы ими правильно? Вот в чем вопрос. Легкие это органы, по большому счету. Я не врач, не медик. И поэтому здесь вы можете оспаривать мое мнение. Сейчас то, что я буду говорить, это мое личное осуждение, основанное, правда, на куче прочитанных и просмотренных материалов, документации и всего остального. Ну и, соответственно, я занимаюсь практикой дыхания, собственной практикой дыхания уже достаточно давно. Я уже год занимаюсь подводным плаванием, активно занимаюсь подводным плаванием, плаванием на задержке дыхания. И, соответственно, вот уже, наверное, почти пару месяцев я занимаюсь техникой йоги, то есть в том числе. То есть практикой техники йоги, которая мне необходима для совершенствования навыков и расширения возможностей своего организма с точки зрения как раз подводного плавания. Вот следующий ролик я как раз попробую рассказать, то есть кому будет интересно, кто в теме, кто хочет себя усовершенствовать. То есть он будет интересен, следующий ролик, подводным охотникам будет интересен, может быть, фридайверам, может быть, еще кому-то, кто бы занимается подобными вещами, кто интересуется подобными вещами. Я расскажу о технике йоги для фридайвера. То есть что можно использовать, что нельзя использовать. Ну, не то, что нельзя использовать, а то, что нельзя использовать в том виде, в котором вас учат это использовать. Потому что люди, которые порой обучают подводному плаванию, обучают порой технике дыхания, они сами нихера не понимают в этом деле. То есть это вот я посмотрел кучу роликов, это реально, то есть это такой порой сюрреализм и при этом преподается как техника дыхания, обучение плавания техники дыхания на плавании техники на задержке дыхания. То есть да, это работает как бы местами, но абсолютно делается все абсолютно непонятно. То есть я об этом расскажу и объясню, почему вот это мое такое личное мнение по данным вопросам. А теперь давайте поговорим все-таки про дыхание. Почему я говорю, что несмотря на то, что каждый человек дышит, каждый человек рождается на автомате умения дышать, у него движутся на автомате жидкости по телу, то есть это кровь и все остальные. Вот все процессы, которые в вашем теле происходят, которые вы не контролируете, они являются автоматическими процессами. То есть ваше сердце бьется, оно бьется, вы не думаете о том, что оно бьется, но оно бьется, оно гонит кровь по всему телу. То есть это еще один автомат. Вы можете снизить, существуют техники, психотехники, которые позволяют воздействовать на определенные вещи, вот как раз на определенные вещи на уровне автоматов. Но они все очень опасны, надо четко понимать, и они могут привести к плачевным результатам. То есть если грубо, ну вот например, вы решили научиться освоить технику, например, воздействие, снижение собственного пульса, как это было, допустим, Джеймс Бонди, что он сердце замедлял, ну вероятнее всего он бы не очнулся, если быть абсолютно честным после этой операции. То есть что он научился это делать, но после того, как он замедлил сердце и остановил его шанс, что он бы его запустил, ну наверное, мне кажется, это фантастика. Вот, хотя хрен его знает, может быть есть психотехника, которая и продолжает, потому что в принципе мозг продолжает функционировать у него и после остановки сердца, то есть может быть он это действительно мог сделать. Вот, вручаться за это я не могу никаким образом. И говорить, что это полная лажа, тоже не могу, то есть потому что просто я не знаю этот вопрос, технику этого вопроса я не владею и не знаю. Но то, что я четко знаю, это то, что основная масса людей дышит неправильно. Дышит неправильно в том плане, что вы используете при своем дыхании, то есть основная масса людей, которые просто живут, они используют 30-40% возможности своих лет. То есть никто никогда не использует технику полного вдоха в постоянной жизни, даже если он ее удевает. Ну просто я помню, что когда я научился делать полный вдох, это по технологии, в принципе, йоговской технологии, когда я научился пользоваться всеми отделами легких. То есть отделы это условно, потому что легких всего два. Я, конечно, подозреваю, что может быть где-то существуют люди, которые могут управлять правом легким отдельно и делать их в разнобой, их движения относительно друг к дружке, но для меня это просто суперфантастическая технология, и я туда даже не полезу, потому что это как раз возможность сорвать один из автоматов. Причем сорвать один из автоматов дыхания, и это может привести, ну просто человек задохнется, все. Вот, то есть такая штука есть. Но при этом, когда я научился дышать полный, делать полный вдох, я иногда обалдевал. То есть у меня было ощущение, что легкие огромные, что я могу, а это не нужно в повседневной жизни. То есть ты в повседневной жизни этим не пользуешься. Но поддерживать эту функцию надо. Вот недавно у нас были все вот эти вот всевозможные вирусы, и ситуации со всеми вот этими вот болячками, ну все это прекрасно понимаете. Вот. Когда у людей страдали легкие. Когда у людей страдали легкие, и люди погибали из-за отсутствия нарушений дыхательных функций, то есть из-за изменения, проходило изменение функций легких. То есть на самом деле, на мой взгляд, это опять же говорю, вот то, что я сейчас скажу, это мое личное мнение, что легкие внутри, это точно такой же орган, как и все остальные. Вот, например, когда-то у человека наверняка был хвост. То есть там или еще что-то. То есть этот хвост опалился за ненадобностью его применения на протяжении эволюции. Так же, как человек потерял огромное количество функций организма, которые тоже были, происходили, происходило их отмирание с течением эволюции. То есть и как бы здесь картина складывается такая. Если у вас, вот, даны вам легкие, то есть, а вы пользуетесь только малой их долей и малой их частью, вы не умеете пользоваться всем объемом легких, то вероятнее всего, может быть, альвеолы, которые находятся внутри легких, которые отвечают за газообмен непосредственно между кровью, то есть наполнение кровью кислородом, вероятнее всего, я думаю, что они могут просто точно таким же образом атрофироваться. Я, кстати, читал где-то вот подобную информацию, что происходит с возрастом, происходит вот это вот не закостенение, происходит закостенение диафрагмы. То есть закостенение диафрагмы, это значит, у вас нижняя доля легких, ну, перестают, по сути, своей работы. Даже если они живые, они не могут, не могут, вы не можете ими работать. Вот. И у вас получается следующая картина, что просто человек живет, он пользуется вот этим 30% объемом легких, любые, с возрастом, любые инфекции, то есть с возрастом он начинает набирать массу, начинает набирать там еще что-то, начинает у него появляться какие-то болезни. И все вот это дело, оно как бы, на мой взгляд, опять же, как еще раз говорю, это мой личный взгляд, все вот это вот, это требует любой орган, расширившийся орган, для того, чтобы он жил, ему нужен кислород. То есть, ну, это любому, любому живому существу нужен кислород, и вашему организму нужен кислород. То есть, соответственно, органы начинают, кровь начинает гнать кислород в эти органы. Но кислороду становится недостаточно, то есть, потому что легкие не работают, они не привыкли работать, они не умеют работать, вы не научили их работать. И, соответственно, Начинается следующая картина, что вроде бы они у вас есть, а жизнеспособно остается вот эти 30-40%, может у кого-то меньше, может у кого-то чуть больше. Но вот это именно тот объем, которым вы располагаете, который реально позволяет производить кислород потребляемый, переводить его в кровь. То есть получается, что функций легких недостаточно. Отсюда у человека возникают отдышки. То есть есть, когда у человека кончается кислород, вот это я вам скажу как на личном опыте по плаванию на задержке дыхания. Что с тобой происходит? Скажу честно, я уже давно отключил автомат оповещения о том, что мне надо сделать вдох с точки зрения углекислого газа. Позыв на вдох я не испытываю уже очень давно. Но это дело привычки. Как я понимаю, что мне необходимо всплывать и необходимо вдохнуть, я воспринимаю это совершенно с других факторов. То есть, например, я понимаю, что есть органы, которые, например, начинают больше потреблять, которые больше потребляют кислорода. То есть, например, ноги, когда ты плывешь под водой, длительные дистанции, например, у тебя происходит, если ты чувствуешь, что у тебя мозг, если понимает, что кислорода в крови, уровень кислорода в крови начинает падать, что он делает? Он начинает отрубать сначала ноги. Отрубать сначала ноги. Ноги начинают болеть. Начинают болеть. Это означает, что тебе осталось плыть совсем недолго. Вот. Если ты заигрываешься очень сильно, у тебя начинает, может получить, я стараюсь до этого не доводить, потому что, в принципе, это не нужно, начинает ломить сердце. То есть, просто вот эти вот такие вот явления, которые, в принципе, с которыми я сталкиваюсь каждый раз при... Ну, не каждый раз, я еще раз говорю, то есть, я не фанат, я не спортсмен, у меня нет задачи проплыть, там, задержать, сделать супер глубокую задержку, я плаваю в удовольствии. Поэтому у меня нет задачи, вот. Но для меня это звонки. То есть, поскольку у меня нет позыва на вдох, ну, уже очень давно его нет, я его отключил. Все. То есть, у меня его просто отсутствует. Если когда у меня в организме не хватает углекислого газа, я этого не замечаю. Вот. То есть, конечно, если я нахожусь на глубине и делаю статику, например, на глубине, то есть, ну, сейчас вот в последнее время я этим не занимаюсь, вот. Там бывают иногда ситуации, когда у тебя есть позыв на вдох. Но это крайне редко. На небольших глубинах я этого не замечал уже чрезвычайно давно. То есть, нету такого дыхательного, глотательного рефлекса. То есть, когда у тебя начинает вот ходить грудная клетка, то есть, я этого просто по себе очень давно не замечал. Процессы начинаются другие. То есть, первую голову начинают мыть ноги. То есть, начинают болеть ноги, ногам перестает хватать кислорода. Все. Вот. Соответственно, если у вас кончается кислород в крови, у вас начинает болеть сердце. То есть, это вот взаимосвязь, она фактически есть. То есть, мало кислорода, одышка, тяжело, болезни в сердце. Все вот это вот начинает сердечно-кровеносная, сердечно-сосудистая система вместе с системой дыхания с возрастом начинает сбоить. Особенно в той ситуации, когда у вас легкие, ну, вы их, скажем так, просрали. То есть, вы их реально просрали. Вы не занимались техникой дыхания. Вы не научились пользоваться своими легкими. Вы не разрабатывали свою диафрагму грудную. У вас полностью отсутствует нижнее дыхание. Вы дышите только, например, верхней частью, либо грудью. И все. То есть, это вот, это как раз следствие. Впоследствии этого будет недостаточный кислород с вашим возрастом. То есть, когда вы в средстве того, что вы на каком-то этапе перестанете иметь возможность заниматься спортом активно. То есть, вы будете вести, допустим, в связи с возрастом, допустим, малоподвижный образ жизни или еще что-то. В этот момент будет происходить такая штука, что вы будете испытывать острый недостаток кислорода в крови. Отсюда, говорю, нехватка кислорода, головные боли. Это нехватка кислорода, это болезнь, это начинается болеть сердце. Начинается отдышка. То есть, запускаются все вот эти процессы. Можно ли их избежать? Я думаю, что капитально нет. Но вероятнее всего, глядя на то, как, например, почему в Индии развилась йога, на мой взгляд. В отсутствии медикаментов. Индия вообще, это древнейшая культура, древнейшая культура. Большое количество народу, которые жили неохеренно богато. Изначально медицина у них вся народная. И, соответственно, у йогов, у них философия подкреплена дыхательными практиками, техникой. Основное направление – излечи себя сам. Помоги своему организму не заболеть и излечить себя самостоятельно. Так что, это для чего нужно вам научиться правильно и нормально дышать. Сейчас я сниму серию роликов, которые я попробую вам объяснить. То есть, как можно научиться этому, каким макаром, допустим, попробовать просто раздышаться. То есть, каким макаром научиться сделать полный вздох. Я не буду показывать это все в технике. То есть, я буду рассказывать теорию. Технику вы можете прекрасным образом смотреть, исходя из практики практикующих мастеров по йоге. Потому что они очень подробно и четко показывают, как должно все это мероприятие происходить. То есть, у меня нет ни условий, ничего. То есть, я не могу здесь нормально сесть, не могу показать. Ничего этого здесь возможности нет. Но направить вас я смогу. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики для того, чтобы вам приходили оповещения о выходе новых роликов. Сейчас по этой теме будет целая пачка роликов. А так все. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация вам понравилась. Не забывайте о своем здоровье. Это самое важное. То есть, вот это единственное, что может... Самое страшное, что с человеком может случиться, на самом деле, это не потеря денег, не потеря имущества, не потеря чего-то. А потеря здоровья и потеря жизни. Это два фактора, которые самые главные. Вот, что может произойти с человеком. А дыхание – это один из важнейших автоматов, важнейшее правильное дыхание, одна из важнейших функций вашего организма. И этим надо заниматься, этим надо развивать в обязательном порядке. Так что все. Будьте здоровы. А так все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...